Всем привет! В этом выпуске расскажем, на что компании идут, чтобы защитить своих сотрудников от коронавируса, что там нового у роботов Boston Dynamics, зачем рыбам нейронные сети и почему инвесторы Twitter хотят уволить Джека Дорси. Поехали! Кратко пробежимся по влиянию коронавируса на IT. Компании массово начали отменять свои оффлайн-конференции. Google отменила Cloud Next и тусовку для разработчиков I.O. Twitter отменил часть своих рабочих поездок и посоветовал сотрудникам работать из дома, а Facebook почти перестала проводить собеседования в оффлайне. А если вы хотите сами перенести свою конференцию из оффлайна в онлайн, Google и Microsoft недавно предложили бизнесу бесплатно использовать свои облачные корпоративные инструменты. Всеми любимая Boston Dynamics начала сотрудничать с Otto Motors, чтобы полностью автоматизировать работу на складе. Компании будто созданы друг для друга. У Boston Dynamics роботы присосками перетаскивают коробки, а напольные роботы Otto Motors перевозят грузы по складу. Один привозит коробки, другой их быстренько раскладывает по полкам и никаких перекуров. Пока одни запускают ракеты и хотят улететь на далекий Марс, исследователи научной лаборатории X компании Alphabet решают дела земные. Они разработали алгоритм, который может распознать в водоеме тысячи различных рыб. Это поможет фермерам отслеживать их популяцию и уменьшить потребление дикой рыбы. Вот такая классная экологичная штука. Недавно новые инвесторы Twitter решили уволить Джека Дорси с поста генерального директора. Им не понравилось, что он управляет двумя компаниями сразу Twitter и Square. Также он якобы стал слишком странным и уехал жить в Африку. Но пользователи Twitter думают иначе и завалили Дорси милыми постами. Сам Илон Маск написал, что у Джека Дорси доброе сердце. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и мы продолжим рассказывать о самых интересных событиях в мире технологий. Пока!